Ситуация следующая, значит... А камера обязательна? Камера обязательна. Вы ее выпущите, пожалуйста. Почему? Я осуществляю фиксацию действия сотрудника полиции. Вы тут вообще ни при чем. У тебя есть за что извиняться? Сил, вы что? Вы зачем это делаете? Вы смотрите, что вы делаете. О, блин! Скажите честно, есть за что извиняться? Ну, как бы... Вы на ТНР не перейдете. Да нет, он уже перейдет. Вы ходите ко мне физическую силу применять. Я вам не принимаю. Извините, что нет? Это будет все на камеру. Ну, естественно. Настоятельно вас убеждаю. Настоятельно вас убеждаю. Вы что делаете? Вы что делаете? Вы посмотрите, вы что делаете? Не забудьте подписываться на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Ну и, в общем, вы сами знаете, что там надо делать. Распространяем. Здравствуйте. Вы случайно не ко мне? Серов Вадим Юрьевич приглашал. Да, вам. Отлично. Значит, мы встретились там. Через час в городе. Все, я наберу. Спасибо. Все, до свидания. Ситуация следующая. А камера обязательно? Камера обязательно. Деятельность у нас такая публичная. Я понимаю, что публичная. Я не как сотрудник полиции, а как личность. Как бы не хотел, чтобы вы меня снимали. Я понял. Ну, что хочу сказать. Я прекрасно понимаю, что вы личность. Я даже не спорю. Но хотелось бы, что первое. Открытость и публичность сотрудника полиции показали. Все. Значит, попробовать по поводу видео не должно никаких моментов. Я не против вас это снимаю. Для того, чтобы зафиксировать все обстоятельства. Значит, следующий момент. По существу данные гражданин в форме пристава. Я находился в фойе. Даже вот в предбаннике, назовем так. Стоял, ожидал. Он применил ко мне физическую силу. И выпроводил меня из здания. Я считаю его действия незаконными. Вы просто стояли и он просто к вам подошел? Абсолютно верно. Сказал, здесь находиться нельзя в фойе. Я говорю, здесь холодно. Я здесь ожидаю. Возможно, меня пригласят в качестве свидетеля. Значит, я здесь спокойно стоял и ожидал. Никого не трогал. Все было спокойно. Когда солнышко выглянуло, я вышел уже. Я потом опять зашел. Да, конечно. Ну, вы с моих слов запишите. Да пойдемте вовнутрь. Там же место есть вовнутрь. Все и запишем. Что нам? Государственное учреждение. Вы человек от государства. Исполнительная власть. Поэтому, почему бы нам не воспользоваться всеми влагами. Здравствуйте. Снова. Вот мы за этим столиком можем расположиться? Присесть нам нужно. Даже не опросить, а со собственным народом. Да нет, вы со слов моих просто напишите и все. Вы выключите, пожалуйста. Почему? Я осуществляю фиксацию действий сотрудник полиции. Вы тут вообще ни при чем. А вы же сотрудник полиции, вы же должны знать. Разрешено или не разрешено? Нас нет. Вас не разрешено. А мы их всегда фиксируем. А здесь я… А если я фиксирую в вашем отделе, это не разрешено? Я же всегда так говорю. В чем продряда у меня будет спрашивать? Ну не все подряд, а по существу. Мы же касаемся конкретно тем, поэтому у вас конкретно тема интересует. Я просто про отдел сказал одно. А про это я не могу. Нет, я про отдел говорю, мы фиксируем даже в отделе. Здесь охранную деятельность в том числе запрещает. По инструкции положено. Запрещать? По инструкции положено. Ну пусть запрещает. Я-то не обязан выполнять его запрещалки, хотелки. Вы не обязаны выполнять законные требования сотрудника полиции, я так понимаю, да? Почему? Если незаконные обязаны, какие проблемы? Так, ну записывайте. Нет, давайте вы сами. Собственно, нарушим запрещение. Нет, хотел бы, чтобы вы записали. С моих слов. Здесь вы просто не можете снимать. Тогда нас нужно вывезти. Сотрудники ходят. Я понял. Скажите, нам с сотрудниками выйти отсюда или что? Нет, вы снимаете здесь. Я только... Нет, вы скажите, нам выйти. Вон там, включите и снимайте. Хорошо, пойдем туда. Пойдем туда. Никто не покупал. Да никаких вопросов вообще. Я же что, против что ли? Люди стесняются. Я не против. Нет, не то, что стесняются. Давайте вот там присядем. Да, давайте присядем. А вы сюда вообще нам снимаете. А вы снимаете. Я, честно говоря, не буду с вами в полемику вступать. Дело в том, что это абсолютно бесполезно. Если бы вы были поадекватнее, конечно, и был бы смысл. Я уже понял, что это бесполезно. Так, у вас полностью данные. Фамилия Мюнсера? Вадим Юрьевич. Вадим? Да, 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 все верно. Ну, давайте поясняйте по сути. Находился я в... Как у вас называется помещение? Предбанник? Нет, но сегодня, смотрите, вас вызвали по какому-то там делу проходили. Значит, я прибыл сюда с ответчиком в качестве свидетеля. Сегодня. Около какого времени? Часов, наверное, 13.30. Около 13 часов 30 минут. Прибыл сюда с ответчиком в качестве свидетеля. Суд. Какой адрес падает? Советская 5. Советская 5. Ведь могли бы спокойно обойтись без всего этого, ну вот вы не сдержанный человек. Максимально просил, спокойнее, спокойнее. Зачем вы все так ведете? Вам навстречу пошли. Какой новость? Я здесь стоял, вы начали снимать. Да я и все время за это пошел, вы снимали. Что, судья шел там, что видно что-то или что? Да конечно. Что там одни объявления висят. Снимать начал. Зачем мне судья вообще нужен был, что не помню, секретная персона или что еще? Шпион, агент 007. Ну что ерундой какой занимаетесь? Все равно снимают только все это. Ой, вы честно такой ерундой занимаетесь, но вот реально. Вы ставите по сути дела уже, вы будете обсуждать, но подумаешь. Я удивляюсь просто. Так, по адресу таком, со своими, со своим ответчиком, да? Нет, я прибыл сюда с ответчиком в качестве свидетеля. По делу гражданскому. С ответчиком. Так, в общем, ответчик по всей миссии находился в зале суда или? Абсолютно верно. Я ждал того, что скажут мне необходимо там участие, либо нет. Опрашивать меня будут или нет. А как это, входная группа или нет, как это называется, часть? Предбанник, я не знаю, как его назвать в кавычках. Как-то можно тамбур входить. Тамбур, да. Вы находились в тамбуре? Да, в тамбуре находился, верно. За стеклом, как говорится. Так далее. В тамбуре находился, приходит в суд. Далее пристав подошел и сказал, отсюда нужно выйти. Его не устраивало то, что у меня была включена камера. Осуществлялась видеозапись. Так я же не спорю, что я говорю, что мне видится. Я ничего не нарушал, ты сам. У меня осуществлялась видеозапись. И снимал коридор, в котором родились. Да это вы дадите свое объяснение, вас не отбирают их пока. Вы потом дадите свое объяснение. Вы представляете, вы могли повредить оборудование. Оно очень дорогостоящее. Это, сказал бы, крайне. Ну, я же за него не хватался. Вы могли повредить его. Но я не буду нечестно и непорядочно поступать. Просто на будущее. Знаете, как легко вас поставить на деньги? Легко вообще. Так далее. Чтобы вы понимали. Вы просто даже не представляете. По правильной причине, вы фиксировали на видеозапись, происходящую в ЭК-классе. Да, все верно. Далее, что подошел к вам, так как вас ждали видеозаписи. Далее, что далее. Он, применив физическую силу, вытолкнув меня, из здания суда. Я бы даже сказал бы, вышвырнув. Закрыл дверь. Через некоторое время дверь открылась. И я снова зашел сюда, поинтересоваться его фамилией и отчеством, что он приставился. Спросил, могу ли я здесь находиться. Он разрешил. Бессмысленность ваших действий череда, так сказал бы. В тот раз же я не писал никаких заявлений по поводу вас, вашего поведения. Не стал. Вас не учат реально ничего. С какого момента вы решили поинтересоваться ФИО пристава? В этот момент, значит на улице, я совершил звонок в 102, сообщил о том, что в отношении меня были противоправные действия со стороны пристава. Тебе есть за что извиниться? Скажи честно, есть за что извиниться? Ну как бы вы на ты наверно не переходите. В тот раз, тот раз то же самое. Не ты, а вы. Подожди, чтобы вы, тогда вы извиниться должны. Не, не за что, тогда будет только ты. Уважение заслуживает человек, который может извинить за свой поступок противоправный. А поэтому будет только ты, если не можешь даже извиниться за это. Уважение, что не заслужил бы. По-нормальному тут стояли. А я что, по-плохому там стоял? Вы снимали. Я что, по-плохому там стоял? Вы снимать начали. Вот не учит вас ничего. Реально вас нужно наказывать, чтобы было все хорошо. Вот вам надо просто выгнется. А вы не думаете, что последствия у вас могут быть? Есть распоряжение, есть приказ председатель. Никто его не нарушил. Я никуда не проходил, я оставил там все спокойно. С вашего согласия. У согласия было вам дано, что не снимать, а вы их просто сбываете. Вот чем проблема, там я нахожусь, я осуществляю видеозапись. В чем проблема-то? Я же ничего не нарушаюсь. Да и пусть ходят. На что здесь, Джеймс Бонд, что ли? Есть и правила. Какие? Поведение судей. Нельзя осуществлять видеозапись в фойе? Сотрудников. Сотрудников сюда. А покажите, пожалуйста, мне это правило. Найдите мне его. Знаете, хочу рассказать. Нет, да вы можете мне показать его. Я вам могу сказать точно, что вы не найдете такое правило. Что нельзя осуществлять видеозапись сотрудников. Где вот это вот вообще, как я не знаю сказать, конфликт. Самое главное, что вот вы дополните, значит, в объяснениях, что, значит, я получил, когда зашел поинтересоваться фамилией Медштун, я получил согласие находиться в данном таборе. Второй раз, да? Да. Я спросил, он разрешил. Хотя я зашлял видеозапись дальше. Вы сами себе противоречите. Вы же знаете, как вообще делается вот нехороший, я нехороший человек. Знаете, что я делаю? Имеются всегда какие-то повреждения на оборудовании. Можно было бы сказать, что эти повреждения были получены в результате того, что, например, это искусило. Я вас понимаю. Да. Понимаете, я сделал бы экспертизу. Вот это все, что я делаю. Это называется доказательная база, значит, формируется. Я бы сделал экспертизу в подтверждение этого. И что было бы? Я бы сразу взыскал в определенное совмадение. Достаточно существенно для вас. Но я этого делать не буду. Я просто рассказывал, что, может быть, у любого действия либо бездействия есть свои последствия. Вы должны всегда помнить об этом. В ходе применения со стороны судебного пристава физического... Я испытал резкую боль. В руке в правой. В кисти. Я не придумываю. Да, понятное дело, что это не трагично. Мы укажем, что вы пытались завладеть меня камерой? Нет? Я не захватывал. Вы же схватили за вот это и тянуло. Я просто вынос не морю и все. Мы указывать будем, скажите. Вы примите, вы скажете, извините за свое поведение. Или мы укажем, что вы реально, вы же схватились за меня, за оборудование схватились. Мы будем это указывать? Указать это? Вы же этого не отрицаете? Я не схватывался за камерой. Подождите, вы вот так вот схватились и вот так тянули. Я могу рассчитать, как вы хотите завладеть моим оборудованием дорогоскошем. Вы скажите, мне указывать это? Я не захватывал. Вы извинитесь за свое поведение? Вы скажите, пострадала видеокамера? Ну, это будет все на камеру снять. Ну, естественно, фиксируется. Это что, плохо или что? Вы достоинственно поведеваете? Я сделал то, что я сделал. Я камеру у вас не выхватывал. Вы вот так вот схватились? Да я расценил, что вы хотите ее завладеть. В общем, оборудование не пострадало. Оборудование не пострадало. Я не буду просто сейчас здесь свои предположения высказывать в объяснениях. Это, знаете, вам для урока. Все это делается. Я не жажду никакой крови. Просто с вами получается на ровном месте. Вот именно на ровном месте стоял. Если бы вы не подошли, не начали меня выкрутить, ничего бы не было бы. Если бы вы выключили камеру, вы бы все... Да почему я должен был ее выключать? Вы объясните мне. Я ничего не нарушал. Десять я бы нарушал, меня привлекли к ответственности, вы поймите. А я ничего не нарушал. Даже если бы его протокол составили в отношении меня, в суде бы его прекратили административный материал. Даже если бы меня привлекли бы в суде, то я бы обжаловал данное постановление. Сто процентов бы отмена была бы, поверьте мне. Тогда бы признаны были бы действия сотрудников. Это было бы даже лучше для меня. Потому что тем самым бы я признал бы действия сотрудников незаконными. Так, читаете. И смог бы потом еще даже деньги приметь. Читаете и, если что-то хотите, собственно, ручно... Хорошо. Ну, экспертизу поедет на вселенную медицинскую. Это, знаете, как это... Чтобы мозги немножко вам поделать... Да, пишем. И все. Обсазываюсь, да, конечно. Не будем мы тратить больше нечего времени. А представляете, как можно было бы здесь разогнаться? Это специально, чтобы вам показать, что возможно в нашей жизни. Хорошо привлечь к ответственности, установленному законом судебному приставу Рамонского районного суда Воронежской области за необоснованное и противоправное применение физической силы. Все. Коротко и ясно сказать, да что он вам. Да. И следующий момент. Ваши фамилии и отчества? Это удостоверение не обязательно. Игорь Богданович. Фамилия как еще? Чень его. Чень? Да. У меня к вам одно единственное замечание по поводу формулы вашей. Пожалуйста, приведите ее в соответствии, хорошо? Хорошо. Смотрите, фамилия лица, розпись, здесь розпись. И на той стороне опрашиваем, с моих слов записано, я опрашиваю. Вот здесь. Здесь ниже подпись. Ага. Ниже, вот здесь розпись. Здесь, с моих слов записано. Да, с моих слов записано, рядом. У меня опрашиваю. Да, идут по поводу. Видите, все гораздо все было проще. Изначально, если вы себя так спокойно вели, было все хорошо. Вы знаете, когда спокойно вели все, и в результате вышло. Знаешь, сколько произошло моментов? Просто с вами надо или сразу все. Смотрите, в самом начале вы себя повели так же. Ну, правда, без применения физической силы. Но потом вы себя нормально повели. Вы, так скажем, взяли себя в руки. Но зачем вот это нужно было, вот это непонятно? Ну, вы сами вам предоставляли. Потому что вы, знаете почему, в чем причина? Вы очень несдержанный человек. Да нет. И, к сожалению, недостаточно компетентный. Нет. Если бы вы были компетентны, такой бы ситуации бы не было. Что значит по-нормальному? Я здесь в соответствии с законом. Вы судебный пристав. Сказали, вот тут разрешили. Ладно, бесполезно. У вас одно или другое. Да, это ладно, мне не надо. В любом случае у вас есть обязанность направить ответ. Все, до свидания. Все, написал заявление. Ну, это, так скажем, акт устрашения, чтобы он понимал степень ответственности, что вообще возможно за его действия. И как можно повернуться. Так что задачи не было там его как-то прямо наказать. Это так моральный такой, такой моральный момент, чтобы он понял, да, что так нельзя поступать. Ну, в общем, ждем тогда продолжения. Оно скоро будет. Всем до встречи. Не забудьте подписываться на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Ну и, в общем-то, сами знаете там, что там надо делать. Распространяем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова